С момента первых сообщений о пожаре прошел примерно час и сейчас на месте здесь работают все экстренные службы. Информации о пострадавших на данный момент нет. Неизвестно сейчас и что стало причиной возгорания. Эпицентр пожара – складские помещения на улице Хватково. По словам очевидцев, давно неэксплуатируемые. Предварительно удалось установить, что в загоревшейся постройке хранились порядка 40 баллонов с жиженным газом, которые и стали причиной пятничной канонады в дальнем засвияжье. К моменту прибытия экстренных служб взрывы уже отгремели. При поддержке Росгвардии сотрудники МЧС отцепили очаг возгорания и приступили к тушению огня. Происходило горение на площади 8 квадратных метров. 17.22 локализация открытого горения. Всего к тушению пожара привлекалось 66 человек и 17 единиц техники. Из них от регионального МЧС 51 человек и 12 единиц техники. Сейчас догорает, соответственно, здесь остатки с резервуара газа, который находится. И в ближайшее время, думаю, пожар будет локализован. Хотелось бы всем сказать спасибо огромное пожарным. Хотелось бы сказать всем, кто оперативно выехал на место. И самое главное, чтобы мы не допустили жертв. Это очень важно. Остальные последствия по мере, скажем так, работы лаборатории пожарной будут известны причиной. И я думаю, что остальные органы уже разберутся. Догорал склад еще сутки. Пламя перекинулось на подземные резервуары. Специалистам МЧС пришлось дожидаться полного выгорания топлива. Собственника бизнеса установить удалось, однако он свою причастность к сгоревшей постройке отрицает. Соблюдалась ли пожарная безопасность, предстоит выяснить в прокуратуре. В ходе надзорных мероприятий анализируются вопросы исполнения руководством хозяйственного субъекта. Владельцы склада, на котором хранились баллоны емкости со сжиженным газом, требуют пожарной безопасности. Кроме того, будет дана оценка полноте мер, принятых контрольно-надзорными органами профилактики аварийных ситуаций на опасных производственных объектах. Справиться с пламенем удалось лишь в первом часу ночи, 28 января. Антон Кузьмин, Максим Архипов, репортер 73.